Музыка Адам Летярова Эльбира Амбар Бековна, директор Аграрно-технологического института Российского университета Дружбы народа. Расскажите, пожалуйста, немножко про аграрно-экологические специальности, насколько они сейчас вас требуют. А что я хочу сказать? Кроме того, что я являюсь директором Аграрно-технологического института, я являюсь директором департамента ландшафтного проектирования устойчивых экосистем, который находится в Российской университете Дружбы народа. Мы очень активно работаем в области экологии города, в области устойчивого развития, в области мониторинга зеленых насаждений. И я бы хотела сказать, что мне очень приятно видеть наш город. Наш город действительно один из самых чистых городов мира. Это один из самых чистых мегаполисов мира. И когда мы проводим свое исследование, например, вместе с нашими коллегами из Рима или Нью-Йорка, всегда отмечаем, например, низкое содержание тяжелых металлов, почек по отношению к таким крупным мегаполисам. Что я бы хотела сказать, что мне очень радуется, что наша Москва становится все зеленее и зеленее, что работают проекты по сохранению деревьев, что у нас вводится мониторинг зеленого насаждения в городе. Это очень и очень важно. И самое главное, конечно же, что чувствуешь, что ты участвуешь в этой большой работе вместе со своими студентами, вместе со своими коллегами, преподавателями. И я считаю, что это очень и очень правильно, когда мы, представители университета, вместе с городскими властями, с людьми, которые принимают решения в области экологии, вместе работаем, вместе понимаем ту нужность решения вопросов экологии, которые сейчас стоят перед городом. Поэтому на сегодняшней коллегии, которые сегодня проходят, в который раз при департаменте природопользования, охраны окружающей среды, мы опять будем отмечать то продвижение в области устойчивого развития, в области мониторинга зеленых насаждений, мониторинга почвы, которые делаем сейчас в нашем городе. Это очень радостно, когда чувствуешь себя частью такой работы. В прошлом году вы рассказывали, что как раз только началась работа по мониторингу зеленых насаждений. Как она продолжается? Есть ли какие-то подворительные итоги? Есть. Мы сейчас работаем по апробации системы мониторинга зеленых насаждений. Это наша работа в рамках большого исследовательского проекта, международный проект, который проходит в Российском университете Дружбы народа совместно с такой организацией, как Музыка Мониторинга. Я хочу сказать, что мы во многом продвинулись. Мы сейчас уже не просто мониторим каждое дерево, его сокодвижение, фотосинтетическую активность, наклон, но мы уже сейчас говорим о системе управления зеленых фондов, чтобы не только анализировать состояние, мониторить состояние, прогнозировать состояние, но еще оперативно управлять. И сейчас вопрос о цифровизации, а мониторинг у нас как раз часть цифровизации, стоит очень-очень остро. И я думаю, что в следующем году мы уже с вами будем говорить не только о системе мониторинга, но и о системе управления зеленых фондов. Спасибо большое. Спасибо. Не убегайте. Маленький вопросик. Цифровизация. Цифровизация. Что для вас это? Для университета или для города? Для студентов. Я хочу сказать, что цифровизация – это очень важный процесс автоматизации многих тех мероприятий, которые мы проводим. Это очень важно. Для чего? Первый – для постоянного мониторинга, который проходит каждый час. Второй – для быстрой обработки данных, когда мы понимаем, что норма, а что нет. В-третьих, когда мы осуществляем этот мониторинг на больших площадях по разным параметрам, и когда большое количество данных структуируется и выводится уже на экран теми непосредственными мероприятиями, которые нужно сделать. Это очень важно для постоянного наблюдения, это очень важно для прогнозирования, это очень важно для своевременного принятия решений. И последний вопрос. Скажите, ваши выпускники, они готовы к жизни? Я думаю, что да. Я хочу вам сказать, что когда мы говорим об экологии, мы должны понимать, что экологией занимаются выпускники университетов не только направления экологии в роду Косин. Экологией занимаются инженеры, экологией занимаются ландшафтные архитекторы. У нас в УДН экология занимаются разные специальности, и это большой-большой плюс, потому что экология – это междисциплинарная наука, это междисциплинарное прикладное направление, где нужны и инженеры, и ландшафтные архитекторы, и экологи по направлению экологии и природопользования, и медики. Я считаю, что РУДН, как классический университет, который сейчас ведет обучение по 80 различным направлениям, как раз является таким серьезным партнером в подготовке высококвалифицированных кадров для экологии города. Я считаю, что наши студенты, наши аспиранты, они действительно конкурентоспособны на рынке труда, потому что они изучают международный опыт, они бывают в международных стажировках, они работают на последнем оборудовании в инновационных лабораториях. И еще они при этом обучаются в междисциплинарном направлении, то есть могут свободно входить в разные коллективы и в разные проекты. Благодарю вас. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok